Добрый день! У меня сын Андрей, ему 29 лет. Он начал употреблять, ну, наверное, значительно раньше, но узнала я только об этом, как бы, не сразу. А в 15-м году под давлением он сознался, что он употребляет. Он сказал, что он может в любой момент это бросить, но с каждым разом его состояние во время употребления очень меня напрягало. Он изменился, стал самым манией преследования, потом у него появилось такое угнетенное состояние, то он, в общем, задумчивый, тон, в выединении. И, в общем, вы знаете, еще тревожило тем, что дом постепенно начал разрушаться. То у нас жучки, то у нас самопрослушки, то у нас интернет, к нам весь дом подключен. В общем, меня состояние это пугало, напрягало, я была в таком отчаянии. И, как бы, вот то, что помощь ко мне как бы извне, вот я не получала ее. И я узнала о созависимых группах. И в январе 17-го года я начала ходить на созависимые группы. И таким образом я получила хотя бы какую-то поддержку, помощь, взаимопонимание. И благодаря этой созависимой группе я узнала об этом реабилитационном центре. Ну, так как я знала, что нужно отстраниться с любовью, я это не признавала и не признаю. И то, что я сына отправила туда не по своей, ну, не по его воле, а как бы вот то, что мне так посоветовали, что однозначно, что мало вероятности, что он сознается в том, что он болен. Один раз под давлением своей сестры, моей дочери, он нам написал расписку, что, да, действительно, я признаю, что со мной что-то происходит не то, но лечиться я не буду, я постараюсь бросить сам самостоятельно. Из этого ничего не вышло, у него произошел очередной срыв. И, в общем, то, что срыв этот был чреват тем, что на площадке около мусорпровода разбитый телевизор стоял, в квартире выключены были свет, рубильники, и я сказала, что это последняя точка. И я начала, в общем, звонить, и сама у меня уже были телефоны контактные, реабилитационных центров. И, в общем, из одних реабилитационных центров я договорилась, приехали определенные люди, которые его забрали и увезли в этот центр. Первая встреча с ним состоялась через три с половиной месяца. И я увидела его совсем другим человеком, нежным, заботливым, добрым. Вы знаете, я просто не узнала своего сына. Я была так рада этому изменению. И сейчас, в данный момент, он уже восемь с половиной месяца находится в этом центре. И он говорит, что эти шаги он пройдет до конца, что он пока здесь и сама не вылечится, не пройдет эти шаги, он домой не выйдет. И я так рада этому его выздоровлению, что, конечно, мы попытаемся найти возможность, чтобы он прошел лечение свое до конца. Домой он не просился и не просится. Меня это очень радует. И бывает там немножко у него грустное настроение, ну, наверное, из-за того, что мы по нем скучаем, а он скучает по нас. Но в основном, благодаря центру, благодаря людям, которые его окружают, консультанты, руководители, директора этого центра, психологи, вы знаете, действительно, они помогают, они поддержку реальную оказывают. И я рада, что есть такие вообще реабилитационные центры. И что наши дети выздоравливают в этих центрах, потому что взять эти программы городские, которые там вот есть такой центр, как же он называется, там, в общем, очень дорогое обслуживание, и не факт, что там лучше, чем в этих центрах. Я рада всему тому, что происходит в жизни моего сына. И я надеюсь, что он выйдет совсем-совсем другим человеком. И если, допустим, произойдут какие-то в нем перемены, то только в лучшую сторону.